Проверь себя. Накануне жители России и других стран написали географический диктант. К экзамену присоединились и новоуренгойцы. Учащиеся школы взрослые продемонстрировали знания понятий и терминов, показали, как умеют работать с картой, а по записям из дневников путешественников и отрывкам. Из художественных произведений они определили географические объекты. Диктант стартовал в 10 часов по московскому времени и продлился 50 минут. Проверить знания можно было в новоуренгойских школах. Слово Марии Федорчук. Люди разного возраста вновь сели за парты. Они пришли, чтобы проверить свои знания в области географии. Как перед настоящим экзаменом, куратор вскрывает конверт и объясняет правила заполнения анкеты. Добрый день, уважаемые участники географического диктанта. Итак, мы начинаем с вами то, ради чего вы здесь собрались. Наш географический диктант. Сначала я встроил пакет с заданиями. И каждый из вас получит те задания, на которые вы должны будете ответить. Чтобы обеспечить анонимность, каждой работе присваивают уникальный код. Для обработки данных необходимо указать лишь свой пол, возраст, род деятельности и отношения географии. Участникам необходимо выполнить 30 заданий. Для удобства их разделили на три категории. В этих заданиях будут вопросы, связанные с определением географических понятий, проверить знания географической карты, а также географические образы. На диктант отведено 45 минут. Этого времени должно хватить, чтобы ответить на все вопросы. В нашем городе проверить свои знания можно было на девяти площадках, которые расположились в средних школах южной и северной части города, а также в районе Карачаева. Каждая из них рассчитана на 60 человек. Самой многочисленной группой участников стали школьники. Мне очень нравится география. Это такая красивая наука, где можно много чего узнать. И мне учитель сказал, что можешь прийти на географический диктант. Я и пришла. Врали интерес посмотреть, на что я знаю географию. Каждый должен знать географию и должен проверить свои силы. Думаю, я достаточно знаю географию, как должен знать каждый. Слегка немного готовилась. А так, мне кажется, я достаточно все знаю. География – это одна из важнейших наук. Я считаю так, потому что не знаю географию своего края, своей родины, своей страны. Где ты находишься, ты не сможешь в ней ориентироваться. Ну и проверить свои силы, свои знания. Масштабная образовательная акция проходит уже в третий раз. Но в этом году она впервые приобрела статус международный. Диктант состоялся в 26 странах. Узнать свои результаты участники смогут 25 декабря на официальном сайте Русского географического общества. Мария Федорчук, Артур Цвелюк, Служба новостей, «Импульс».